За 10 минут кончился отчет у вас? Мы, к сожалению, не на 2 часа урбежда. Я вынужден был повестить по 2-го числа. По 2-го, мы начали. Половину 2-го. А где это было уведомлено избирателям? На сайте городского совета об этом ничего не было сказано. Вы понимаете, что этот отчет, значит, не прошел? Вы провели отчет перед сотрудниками больницы. Вы не провели отчет перед избирателями. Сотрудники больницы являются таким же... Вы использовали ресурс свой, административный ресурс. Вы просто не оповестили об изменении времени отчета. Я не успел оповести. Не успел просто наоборот. Не успели, к сожалению. Почему не успели? Вы тогда должны были перенести на более поздний срок. Люди были оповещены уже. Вопрос стоял заблаговременно. Вы подавали информацию, как депутат, когда у вас будет встреча. Какой был наказ избирателей? Есть такая форма еще работы. Наказ избирателей. Вы говорили, какой будет наказ у вас, товарищи избиратели, по отношению ко мне депутатам. Наказы избирателей, улучшение материально-технической базы, обеспечение инсулинами, вольным сахаром, диабетом, так как за счет государственной программы не полностью обеспечивается. Обеспечение, проведение реформирования, прежде всего, вторичной помощи и преступления к хермичной помощи. Дальше, значит, есть вопрос решения по жалобам населения в качестве медицинского обслуживания, тоже, которое необходимо решать. Вопрос кадрового обеспечения здравоохранения, предоставление молодым специалистам жилья, которое на сегодняшний день в городе частично решается, очень частично. Выделено жильем 8 квартир, которые требуют капитальный ремонт, это, к сожалению, ни у врачей, ни у здравоохранения для ремонта этого нет. Поэтому городским советом поставили вопрос, чтобы оставить вопрос или решать вопрос передачи на здравоохранение этих, на баланс здравоохранения этих квартир, с последующим ремонтом, или же решать вопрос жилья. Оно жилье есть, но оно требует капитального ремонта. Поэтому это уже вопрос и поднимался перед городским, городским советом обслуживания юридически, пока он в подвешенном состоянии. Это основные вопросы, которые я шел, когда на выборы. Я не обещал ремонтировать канализацию крыши. Я говорю только о том, чтобы сохранить и пытаться улучшить здравоохранение. Можно уточнить у вас время, которое сейчас? Сейчас, пожалуйста. 13.15. 13.15. Спасибо. Еще такой вопрос. Вы озвучивали на одну из сессий городского совета, что у нас в городе Лисичанске катастрофическая ситуация со штатом медицинских работников. 30 только до пенсионного возраста процентов. Пенсионного возраста 28, около 30 процентов. Пенсионного возраста. Это пенсион на сегодняшний день имеется по врачам. Не комплект. Вообще давайте по порядку. Допустим, 100 процентов врачей должно быть. Из них вы назвали цифру 30 процентов не комплект. Примерно. Нет. Я не буду точно. Хорошо, повторите тогда цифру. На сегодняшний день у комплекта у нас врачебный кадр в силу города, в том числе и центры первичной помощи, и стационары, 58,7 процента. То есть не комплект получается... 42 процента. Не комплект. Из этих, которые комплект, сколько уже персонала более пенсионного возраста, который уже на пенсии? Врачебного персонала, который на пенсии, это 32 процента. Из этих 60 процентов 32. То есть у нас практически комплект всего 40 процентов врачей. Если эти завтра уйдут на пенсию... Мы пенсионеров хоронить не будем, они пока работают. Тогда можно поставить перед вами вопрос, как на оказ избирателя, о том, чтобы вы подняли вопрос на сессии, для привлечения новых сотрудников персонала сделать какие-то меры. Например, закупки квартир. Я только что говорил. Значит, на сегодняшний день у нас работают 10 молодых специалистов после интернатуры, и 12 мы привлекли молодых специалистов, которые проходят в интернатуре. Городской совет на сегодняшний день выделим вторичное жилье, это 8 квартир. Поэтому главная задача для следующего, это 8 квартир, которые будут предоставлены только молодым специалистам, для вопроса их ремонта. Потому что у нас только вторичное жилье, значит, первичного жилья у нас нет. 8 квартир выделены, они числятся у нас как служебное жилье, требует капитального ремонта. Это из коммунального фонда, я так понимаю? Да, из коммунального фонда. Или отчуждение? Да, отчуждение. А, за счет вымороченного жилья. То есть не закупалось? Нет. Это как служебное и требует капитальный ремонт средним по тем квартирам, которые есть, около 100 тысяч. Каждая квартира. Спасибо. Просьба озвучить это на сессии. Давайте пусть программу принимают цивилизованы. На 5-10, на 5 лет как завлечь сюда врачей? Значит, 100% с вами согласен, значит, на ориентировочно-фермальтскую мартовскую сессию мы готовим программу о привлечении именно кадрового состояния в здравоохранении, программу, в которой ставят саботу, хотя ставился неоднократно, перед городским головой и перед исполкомом решить вопрос, каким образом эти квартиры можно отремонтировать. Ведь отремонтировать, наверное, дешевле, чем покупать новую. Дешевле. Ставится вопрос, есть юридические неузгоджения, как говорят, на Украине, или передать на баланс здравоохранения и потом выделить на финансированный ремонт, или же выделить на финансирование деньги жертв, отремонтировать и дальше поселить туда деньги. Потому что на сегодняшний день, допустим, врач-кардиолог у нас есть, значит, мать-одиночка, переселенка, она получила квартиру. Но мы обсчитали, своим работникам обсчитали, значит, это примерно 100 тысяч ремонт. Естественно, она не может отремонтировать. Это первоочередная задача для того, чтобы решить кадровый вопрос. И вторая задача. То, что система финансирования, молодой специалист получает почти столько же, как и санитарка после 8 лет. Поэтому на государственном уровне это не решается. Значит, перед городским советом ставится вопрос. И сейчас, слава Богу, мы получили государственную субвенцию, из которой часть денег подойдет на стимулирование молодых специалистов. Для того, чтобы что-то повысить в разницу между санитаркой и молодым врачом. Спасибо.